На дворе месяц май. У большинства он ассоциируется с окончанием учебного года и последним звонком. Пандемия коронавируса, которая охватила мир сразу же после наступления 2020 года, внесла в жизнь людей свои коррективы. Не осталось за бортом изменений и школа. Учителям и ученикам пришлось мобильно перестраиваться в вопросах организации учебы, сдачи ОГЭ и ЕГЭ. О нововведениях, касающихся выпускников, нам рассказала начальник управления образования района Асяд Берзегова. В этом году последний звонок будет проходить в онлайн торжественная линейка. 5 июня планируется в районе, так как выпускники завершают обучение дистанционное 5 июня. Российское движение школьников провело акцию именно 25 мая. Если бы все было нормально, дети торжественно проводили бы в своих школах последний звонок. Так как вы сами знаете, какая ситуация в мире, для сохранения здоровья детей будет онлайн торжественная линейка. Как ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в этом году и когда они начнутся? Именно вот в этих целях 9 класс ОГЭ не будет проводиться в этом году. Дети получат аттестат по средним оценкам за уже пройденные четверти. А оценка за дистанционное обучение пойдет на улучшение оценки ученика. Снижения не будет. Единогосударственный экзамен будет проводиться в штатном режиме, но с изменениями. Для того, чтобы именно обеспечить безопасность детей, мы подготовили больше аудиторий. Дистанция социальная 2 метра будет соблюдаться в аудиториях. И для безопасности детей во время ЕГЭ проводится все возможное, все что нужно. И пункт уже готов для этого сегодня. Так как это выпадает на жаркое время, года, лета, все-таки, кондиционеры установлены в аудитории. Как я сказала, социальная дистанция соблюдается, с этим расставлены столы. Проверить готовность пункта 30-го, 29-го мы проведем ЕГЭ без детей, то есть протестируем пункт. А сам единогосударственный экзамен начнется с 3-го июля. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района.